Так. Огурцы я закрыла. Я думаю, что несколько дней у меня есть. Я там все подсобирала. Мизерные-мизерные закрывала. Вообще, милипуськи. А сейчас что я хочу сделать? Что-то надо делать ведь. Не знаю, что, но что-то надо делать. Я хочу полностью больные вот такие выкинуть. Вот это все больное, это есть бесполезное. Это невкусно. Поэтому я это все сейчас, то, что поражено и больное, такое вот выкину, освобожу эту грядку. Может быть, что-то оставлю. Покажу потом. Ну вот, что у меня получилось. Парочку я положила. Два положила. Растения. Возможно, они вдруг еще будут расти. Не знаю. Потому что они вроде как на вид не такие больные. В них есть теплица жизнь. Вот в этих жизни нет, которые остались торчать вот здесь. Но есть помидоры. И я их тоже оставила выкорчевать, выбросить я. Успею. В ладу было стояли одни цирыбалки на некоторых. И я какие-то выкорчевала, выбросила. Какие-то не успела, подумала потом. И произошло в конце августа такое, что они начали ну вот в середине августа в середине августа начали расти. Просто на цирыбалках вот на этих появились побеги, листья, перцы, помидоры. И еще и сентябрь был очень теплый весь. Октябрь даже. И были помидоры. Да. Ой. Вы посмотрите, какое чудо. Какой помидорчик у меня тут. Посмотрите. Ой. Сам. Он-то он сам. Это не я. Ой, какой красавчик. Ну что я хочу сказать. Тут, знаете, не один день надо это делать. Но здесь-то я с этой грядкой довольно быстро справилась. Здесь вот с этого края начала срезать все лишнее, чтобы выкинуть. Потому что ну, что толку траву растить. Здесь вот немножечко поскрябала. Пошкрябала. Но только немножечко. вот эти вот конкретно так, да. Оставила вот этих молодцов, которых раньше у меня, конечно, те годы было. Вот увешано все вот такими орлами. А сейчас, конечно, вот, ну, ладно. Это еще выкинуть надо будет. Ну, в общем, устала я? Пойду переключусь на диван. Полежу, телевизор посмотрю, может быть, пообедаю в конце-то концов. А здесь вообще-то я решила, что пусть растут. С этой стороны мне, в общем-то, делать нечего, так как здесь вот ничего и не осталось. Ходить там мне не особо надо. Поэтому я решила, что здесь делать ничего не буду. Ну, потом, может быть, лишние листья поубираю. А так особо ничего делать не буду. И вообще решила, ну, пусть растут. Что они мне? Потом выдерну все, да выброшу. Пока пусть растут помидорки. Очередной эксперимент. Почему нет? Какие джунгли. Ну, убирать надо, да, надо, потому что, ну, такая загущенность это ни к чему. То солнце, то дождь, тучки ходят. Сейчас покажу. Раз-раз, солнышко, потом дождик идет. Перчики желтые прям висят. Я уже один позавчера, позавчера еще один срывала на салат. Тут калия не хватает, надо подкармливать, но не буду, не хочу. Этим кальций нужен, потому что несколько гнилых жопок там убрала. То есть нехватка кальция идет. Но это я сделаю. Кальций я им дам. Тут перцев жалко. Начнут все гнить. Ну, типа, как вершинно гнили помидор, так же его перцев бывает. Не знаю, когда, но сделаю. Сейчас мне хоть с огурцами будет пару дней перерыв, потому что я их обкармала прям милипучками. Знаете, какими рвала. таких уже и нет. Ну, прям буквально вот такими махонькими, чуть побольше, чем эти. Да. Никак нельзя куда-то уходить, запускать. Постоянно надо что-то делать, подрезать, направлять, подкармливать, убирать. Хоть полуть в этом году не надо. И все равно арбуз какой у меня там. Ой. Первый год у меня такой. Ну, я вообще новичок в этом деле. о гусенице. Эти улитки ползают, гады. Гады. Улитки эти. Слизни. Первый раз у меня такой настоящий арбуз. Просто настоящий, прям прикольный. Надеюсь, он вызреет. Мне очень хочется, чтобы он, ну, по крайней мере, был сладкий, не сахарный, а хотя бы сладкий, вызревший. Где-то в конце августа я его, ну, либо когда хвостик сам отвалится. посмотрим. Пусть растут. Арбуз хороший. Ладно. Сегодня уже другой день, вторник, 6 августа. Я уже успела кое-что поделать. Сейчас еще обеда нет, на 11-й час. Но я решила, сегодня лук, хоть и мелкий, хоть и противный, это семейка, всего-кто мы давно уже выдернули. Ну, вот, решила все равно, выдергаю, пусть сохнет, пора. Ну, что-то как-то давно пора, надо было еще пару дней назад это сделать, но сил что-то у меня не было, желания тоже. погода такая была противная. Вчера вообще то дождь, то солнце, то дождь, то солнце. Ну, вот это вот я уже выдергивала, это я еще раз соединил, просто на эту грядку перекинула, а это я оставлю. Хочу с семенами заняться, никогда не делала, попробовать, чтобы семена вызрели, оставить семена, весной посадить. Часть я закопала уже там в одну из грядок. Слушайте, вот этот у меня жирует, два всего сидит, два. Плодов не видать, зарастает пуля на навозе сидит. Муж говорит, сделай с ним что-нибудь. Говорит, от него одна зелень, я говорю, для красоты сидит, смотрите, как красиво так. Ну, конечно, надо сделать, надо просто повырезать все. полностью, чтобы ничего не было. Ну, может займусь. По-хорошему, это даже надо, не знаю. Так, что здесь? Ну, такой горох уже, да. Уже не молоденький. Довольно больной. болеет? Ну, есть. Что скушать? На прудах что-то там булькает. Эта зеленуха растет, у нас ее никогда никто не ест. Так на тарелку бывает для красоты, если праздник какой положить. Здесь мята. Арпузы цветут, пчелки летают, теперь все нормально с ними. Мята растет, очень вкусно пахнет. Обалденно. Арбузики, вот они. Это их кушала. Слизни кушали. И вот еще два. Коты чужие тут кошки ходят. Сейчас еще покажу. Вот арбузик. Вот они. Их много. Они еще только-только, видите, начинают расти. Слизни много в этом году. К сожалению, у арбуза не было опылителей. Они цвели. Не было опылителей. А вот этот жду, не дождусь, когда мы его попробуем. Мне кажется, килограмм пять-шесть точно будет. Могу ошибаться, конечно. Дынька. Дыньки спеют, и вот одна оторвалась. Пахнет. Пойдемте есть ее. хочу дыньку. Дыньки уже ели. Это вот еще. Они небольшие, потому что их много. А я считаю, что да и ладно. да и пусть. Огурчики все вчера пообрывала, поэтому сегодня их собирать не надо. Хотя один нашла все равно большой. Пропустишь все равно. Как ты не старайся, все равно что-нибудь пропустишь. вот они висят. Надо будет их еще полить. Ничего не подкармливала, ничего не делала. Там что-то с луком надо сейчас повозиться, смородину еще собирать. Я закрывала смородину. Вот что. Посмотрите, какой здоровый кабачок вот куда его. Что я с помидорами сделала? Ну, поудаляла лишнее, а это положила. Пусть растут, если будут расти, не будут. Тоже удалю потом. Пока вот оставила их. Дала им шанс. Здесь еще ничего не делала. А, надо. тут с кабачками, с тыквами все нормально. Они растут. Много. Куда их девать, не знаю. Там уже в беседке, в ящике. Дома там что-то лежит. Ой, какой больной. Ой, как тебя по-моему от тля, что ли, еще что-то, не знаю. Выдернуть его. он заболел. Выдернул. И там заражены тля, что ли, так. Или какая-то болячка, не знаю. Надо выдернуть, удалить. так что, вот такие тыквы растут. Вот тут у меня много не взошло, поэтому я там посадила морковку. Но зато это сейчас можно есть. Пожалуйста, как говорится, рви, готовь. свекла кубникой не занималась. Вы знаете, и не буду. Ничего не хочу. Не хочется. Ну, в конце концов, это же отпуск. Не надо же, чтобы прямо лечь и помирать здесь, правильно? И так мне в этом году очень повезло. я ничего не полола. Вообще ничего не полола. Да, может быть, урожай не такой, может быть, там еще что-то. Тыпух с ним, зато я не полола. Помирать, что ли, на этих грядках? Смотрите, какая кукуруза. Первый раз такую сажаю. Смотрите. Надо попробовать, будет уже сварить. попробуем. Кукурузу вот, все-таки, надо проверенную сажать. Посадили что-то еще. Ну, этот хороший сорт, а другой посадили. Ничего там нет такого. Вот, царицу я сажала очень хорошая. Надо будет опять посадить. Крыжовник у меня тут. Пойдемте, попробуем дыньку. Дыня на 641 грамм. Это дыня, мне кажется, лакомка медовая. У меня такое ощущение, что это лакомка медовая. Сейчас попробую. Смотрите, эта дыня, мне кажется, может, алтайская, может, лакомка медовая. Не знаю. Но навидно вам или нет. Сладкая? Посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.